Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Сегодня мы опять поговорим о сложном месте, месте загадочном, многоплановом, неочевидном из псалмов, из псалма 64-го. Помощником в наших разговорах является портал экзегет.ру. Итак, начинаем. В псалме 64-м есть такой стих, имеет он нумерацию 2, второй стих. «Тебя славит молчание, Бог на сионе, тебе приносится исполнение обетов». Но я думаю, что даже те, которые довольно хорошо знают псалтирь в русской редакции или в славянской редакции, не смогут вспомнить этот стих, потому что в знакомых нам редакциях Библии этот стих переводится немножко иным образом. А я сейчас прочитал перевод Мира Левинова, перевод иудейский, конфессиональный, который мне лично нравится своим таким очень праведным и уместным буквализмом. Он буквально переводит почти каждое слово, встречающееся в еврейском тексте. А вообще, конечно же, есть такая дилемма у переводчика, берущегося за это очень непростое дело перевод древнего семитского сакрального текста Библии, Танаха еврейского. Вот у него есть, понимаете, два варианта, два модуля существования, две политики своего производства, скажем так. Он может стараться делать текст, стремиться к максимальной понятности, чтобы все максимально упростить, сделать доходчивым, понятным, жертвуя разными нюансами и деталями. Ну, это естественно и понятно. Другая крайность, она говорит, никому мы угождать не будем, никому мы ничего облегчать не будем, приведем на другой язык, русский, французский, немецкий, но не более того. Сохраним колорит вот такого вот еврейского, грубоватого, бывает не очень ладно сложенного семитского такого субстрата. И вот перевод Мира Левина как раз обладает этим свойством и переводит то, что написано. А другие переводы, они вот толкуют, занимаются богословием, либо делают перевод более доходчивым для каждого из нас. Что же переводит нам, допустим, переводчик славянского текста? «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздается молитва в Иерусалиме». В этой редакции, в этом переводе мы видим изменение, ну и довольно изменение серьезное, двух слов. Вместо молчания у нас возникает песня. Первая редакция, ну это и есть в резке на самом деле оригинальный текст. «Тебя славит молчание», и переводчик славянского текста переводит «Тебе подобают песни». «Песни», «Молчание», не то, что слова не очень идентичны, это слова противоположные, потому что там, где есть песни, там нет молчания, и там, где есть молчание, там не должно быть ни стиха, ни песни, ни слова, ни вздоха, должно быть отсутствие любых звуков. Ну и второе различие, возможно, вы его уловили. Слово «обед» в еврейском тексте «недр» переводится словом «молитва», и тебе воздастся молитва в Иерусалиме. Ну также, конечно же, меняется время, настоящее на будущее, вот, но это уже нюансы, не будем в эти нюансы углубляться, а поговорим вот об этих вот различиях, откуда они появились, и почему так вот обстоит дело с этим вторым стихом Псалма 64-го. И, наконец, давайте порассуждаем одна вот в сегодняшнем разговоре, разве может славить Бога молчание? Вот. Ну, скажем так, что этим стихом начинается в этом Псалме такая храмовая тема, храм. Возникает идея храма. И вот приходит человек, автор этого Псалма, герой этого Псалма, Давид, а может быть не Давид, в храм, и вот он озвучивает свои переживания человека, находящегося в храме. Итак, что есть храм? Начнем с конца, пошелуй. Это место, где можно исполнить обеты. Вот. Тебе приносится исполнение обетов в храме. Обет, слово недор, является довольно важным элементом благочестия ветхозаветного. Это когда человек в минуту непростую, минуту тяжелую в своей жизни нечто обещает Богу. Помоги мне от чего-то избавиться, от болезни, от недруга, от врага, от завистника, и я тебе сделаю что-то, что-то, конкретное что-то, принесу жертву, да, или дам какое-то другое подношение. Как правило, это все было связано именно с храмом и таким ритуалом. В основном это было почти всегда приношение, подношение Богу, жертв, жертвы Богу, храмовая жертва имеется в виду. Потом Бог спасает от невзгод, решает, проблема решается при участии Бога, и человеку нужно обет исполнить. И как раз вот слово исполнение, оно не очень хорошо переводит, опять же, еврейское слово, которое используется в современном иврите, лешалем, мешалем. Слово имеет цикулярное, такое светское значение, оплачивать счет. Вот, в счет в ресторане, счет в банке оплачивается вот при помощи этого глагола. И тогда получается такая ситуация довольно, ну, колоритная, необычная для нашего благочестия. Ты как будто у Бога взял в долг что-то, помощь его. Ты просил, дай мне в долг, Бог, помощь. Бог тебе дал помощь, ты ее получил, и потом оплатил этот самый Божий счет, да, подношением жертвы в храме. В наше время тоже слово обет используется, им дают люди обеты, брачные обеты, впрочем, даже не дают, нет такого у нас элемента, увы, в нашем чине венчании. А вот у католиков на Западе есть обещание, вот, обеты. Я обещаю быть с тобой вместе и в болезни, и в бедности, и в несчастье, и так далее. Вот, эти слова. Ну, а нам, людям православным, знакомо другое, значит, использование слова обет. Обеты монашеские, да, берутся они на всю жизнь, да, или вот, кому-то знакомы еще обеты крещальные. Кто крестится во возрасте взрослым и проходит до этого оглашения, как в нашем храме, в соборе федоровском, он должен Богу дать обеты, обещать Богу хранить жизнь в чистоте и праведности. Но в нашем контексте обет охватывает всю жизнь, да, нельзя быть вот немножко целомудренным, а потом уже иметь свободу от всего этого дела. Ну, смысл слова обет изменился, вот, не будем сравнивать, просто отметим то, что одно и то же понятие имеет разное значение в разных эпохах библейской и постбиблейской истории, вот. Значит, в нашем же разговоре слово обет означает конкретную вещь. Я просил у Бога о помощи, Бог мне помог, я пришел в храм, чтобы оплатить обет, выплатить обет, но имеется в виду принести, наверное, какую-то жертву овна, любо тельца, в этом самом агнца, в этом самом храме. Идем к началу фразы. Тебя славит молчание. И действительно, в оригинале стоит слово дум-я, молчание. Вот написано именно это слово. Но в чем нюанс, в чем проблема этого стиха? А в том, что стих написан непонятным образом. Идут подряд такие слова. Я вам сейчас прочитаю их в русском переводе. Тебе тишина хвала Божия в сегодня. Да, и задача, получается, читателя и переводчика состоит в непростой задаче. Надо все это объединить, чтобы все это было объединено каким-то смыслом. Да, и вот переводчики разные переводят. Иногда переводчики пытаются переводить, не меняя этот текст, не меняя слова этого текста. А бывает, особенно в прежней эпохе, считалось корректным, нормальным немножко модифицировать текст. И вот грекоязычный еврей, который переводил псалтири примерно во II веке до Рождества Христова в городе Александрия, это была провинция Египет, регион египетский, вот он посчитал нужным заменить слово «думья», молчание, на слово «юмнос», песни. Как это молчание, подумал он? Да нет же, песня, наверное, да вот, пускай будет лучше песня. Это и более смысл понятный и знакомый каждому из нас, потому что евреи его времени и после его времени до сегодняшнего дня нам свойственно прославлять Бога песнями, рассказами, стихами, псалмами и проповедью, но никак не молчанием. Молчание это как будто бы ничего не делание, как можно Бога прославлять, ничего не деланием. И вот так появляется слово песни «юмнос», вот, которая перекочевала в славянскую Библию. Впрочем, переводчик Рыбо тоже считает нужным сохранить слово такое значение и приводит этот стих так «Тебе, Боже, подобает хвала на сегодня». Опять вот слово «хвала», подобное слову «песни», остается, выбирается автором этого перевода. Но, дорогие друзья, все-таки, а что, если слово «думья» должно оставаться в этом стихе? И молчанием, о молчании, о прославлении Бога, молчанием возвещает наш псалм. Тогда как можно понять значение этого стиха, этого вот этого даже полустишья. На удивление, традиция иудейская как раз активно развивает вот именно эту линию интерпретации, как можно Бога проставлять молчанием. И вот, например, такое есть в мидраше на книгу Тегелим, псалмы, псалмов. Такая мысль, очень мысль любопытная и для сегодняшнего дня, как кажется, очень актуальная. Там такая мысль. Так много прославляющих тебя людей сейчас есть, так много песен, так много о тебе сказано и сложено, что как будто бы есть какая-то мера, она перейдена, когда уже слишком много, да, присыщенности, переполненности, как будто бы обилие слов компенсирует отсутствие чего-то под ними. Когда есть чувства, то слов много не нужно. Когда чувств нет, то тогда, возможно, и возникает это цветение и плетение словес. И тогда там такая вот высказывается мысль, кто умножает словословие тебе, только принижает тебе. Вот такая мысль. Есть и другое остроумное решение, тоже принадлежит традиции раввинистической. Там такая мысль. Итак, тебя славит молчание. Ну не скажется, на чье молчание. Вот мы думаем, что молчание наше, и бывает, что, и получается, что нам нужно молчать, чтобы Бога прославлять. А там другое слыкование этого погустишь я. Оно следующее. Ты молчишь. Твое молчание прославляет тебя. Как так? Бог молчащий является Богом прославленным, что ли? Прославляющимся? А вот нет. Ты видишь наши грехи, наше беззаконие. Ты мог бы вмешаться, ты мог бы нас осудить. А слово Божие есть и сразу же и вердикт исполнение этого приговора. Но ты молчишь. И в этом молчании проявляется великодушие, многотерпеливость, милосердие Бога. И тогда получается, действительно, твое молчание прославляет тебя, показывает тебя Богом милосердным и милостивым. Вот. И тогда, видите, уже два возникают у нас рациональных, разумных слыкований этого полустишки, этого стиха, когда мы оставляем в этом стихе слово молчание. И вообще-то говоря, рассуждая немножко общо, можно просуждать о месте молчания в богослужении православном. Вот в нашем богослужении, наверное, это повсеместное явление. Люди повсеместно боятся тишины молчания. Когда возникает какая-то пауза, сразу возникает рефлекс у настоятеля, у дьякона вмешаться, потому что что-то кто-то забыл, чего говорить. Да, забыл регент песнопения, забыл вступить вовремя, дьякон запутался в служебнике, чтец не ту взял книгу, не часослов, а требник, условно говоря, и возникает эта тяготящая пауза. Но на самом деле, дорогие друзья, а почему мы должны бояться паузы? Почему мы должны избегать, почему нужно обогонять тишину из нашего богослужения? Возможно, после некоторых элементов богослужения пауза очень даже уместна. После причастия, после слушания Евангелия, или другие, имеется в виду, между какими-то элементами богослужения давайте эти паузы, возможно, вводить, практиковать, давайте будем уделять время размышлению о Боге в тишине. И многие из нас испытывали, какой красноречивый может быть говорящий и убедительный может быть тишина храмового пространства. Мы, бывает, приходим в храм, богослужения никакого не происходит, но мы слышим, как будто бы храм молча что-то говорит, как будто бы дышит, какие-то шорохи, какой-то вот ощущаемый не ушами, а телом звук таки есть, от этого храма исходит. И вот, возможно, это явление, прославление Бога в тишине, опирается на оригинальный вредский текст Псалма 64 стиха 2. Итак, дорогие братья и сестры, будем Бога прославлять в гимнах, в песнопениях, в псалмах, в проповедях, а также будем Бога прославлять и о Боге размышлять и Бога слушать, самое главное, Бога слушать Его ответы, уделяя прославлению Бога, вот в этом прославлении уделяя место тишине. Разговор завершен, спасибо за внимание, помощником в нашем разговоре является портал экзоге.ру. С приветом из Петербурга, всего хорошего, священник Алексей Волчков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok